Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день», и мы продолжаем наше движение. Движение вперед! И слава Богу за то, что мы еще имеем такое время, такую возможность, и знаем, что у нас есть тот, кто направляет наш курс. И тогда, когда есть компас божественного присутствия в судьбе нашей, то какие бы повороты ни происходили, мы будем знать, что они под вниманием неба. И слава Богу за то, что мы можем сейчас согласиться с Его волей, с Его программой на нашу судьбу, потому как без тех поворотов, которые надо делать вовремя, мы не сможем прийти к назначенной цели. И, соответственно, тот, который сказал нам стартовать, он же и имеет в виду нас довести до финиша. Меня это радует, и я понимаю, что тогда, когда мы Его не знали, или тогда, когда за нас кто-то молился, а может быть, за кого-то никто не молился, и Бог тогда уже наблюдал за нашим путем, то тем более тогда, когда мы Его познали, когда мы к Нему молимся, когда мы обращаемся и просим, чтобы Он управил каждым днем нашей жизни, то пусть сомнения не встают на пути, а если и встало, то разберитесь с ними сразу, с любыми сомнениями, которые попытаются управлять вашим мышлением. И так как мы на какое-то время оставили сейчас Соломона и строительство храма, и сделали это осознанно, чтобы нам еще погрузиться в те состояния, которые Давид переживал, когда ходил по земле, и оставил нам эти псалмы. Псалмы — это его молитвы, это его сердце, и это пророческие послания. И вижу необходимым сегодня некоторые эти пророческие послания достать, высвободить, потому что мы с вами живем в том сезоне, где эти слова до сих пор актуальны, до сих пор имеют влияние на наши сердца, на наши судьбы, если мы понимаем суть вещей. А так как Слово Божье — это не просто слово, не просто текст и даже не просто смысл, а это дух и жизнь, поэтому мы, принимая сейчас смысл и небо, принимаем дух и жизнь в самих себя и продолжаем жизненную дорогу с учетом этих параметров. Итак, псалом первый мы с вами закончили, а второй у нас начинается. Но интересно, что этот псалом говорит буквально о сегодняшних днях, буквально о том времени, в котором мы с вами живем. А значит, то, что было во дни Давида, то повторяется сейчас. То, что было во дни других пророков или псалмопевцев, или тех, кто представлял небо на земле, как Моисей или как Иисус с апостолами, то же самое и сегодня. Посмотрите, начинается этот псалом с вопроса. Зачем? Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Те, которые поднимают восстание, те, которые поднимают бунты, скорее всего, могут ответить на вопрос «зачем?». Но это совсем не то, что ожидает услышать Бог, потому что люди думают, что у них есть сейчас все основания так себя вести. На самом же деле есть сильное влияние Вавилона сегодня, которое имеет внутри себя природу восстания. Потому что мы уже как-то говорили, что Немрод – это имя означает восстание. И более того, это старт вавилонской системы. Через этого человека начался на планете Земля. И поэтому сегодня Вавилон, подходя к своему концу и финишу, завершая свое путешествие по Земле, пытается эту природу как можно ярче, как можно больше вложить в сердца людей. И с одной стороны, понятно, есть причины, почему люди так себя ведут. Но с другой стороны, надо понимать, что путем инструментов Вавилона мы не можем выйти на те результаты, на которые рассчитываем. Поэтому ответить себе на этот вопрос, зачем я даю восстанию быть сейчас в моем сердце? Зачем? И племена замышляют тщетно. И обратите внимание, что целые племена о чем-то думают, цари о чем-то думают, замышляют, но это все результата не даст тщетно. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами в этом числе не оказались. А то, что мы будем делать, пусть оно будет из арсенала небесного, как царства, так и возможностей. И, соответственно, ничего, что из наших дел, Бог не назовет тщетным. Вот это просьба, это молитва и это ожидание нового дня. Господь, я благодарю Тебя, что мы можем с Тобой об этом сейчас говорить. Мы не хотим трудиться напрасно. И потому прошу Тебя, благослови нас не заниматься тщетными делами, а благослови делать то, в чем будешь сам участвовать, в чем Твое присутствие будет нас обогащать, и давая нам направление и смысл, как нам туда прийти. Я благодарю Тебя, что благословляю сейчас Твой народ быть свободным от Духа Вавилона, от влияния восстания и той природы, которая овладевает сознаниями людей. Принимаем от Тебя эту способность шалома и стабильности. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова